Тема нашей очередной лекции «Российская империя в XVIII веке». Здесь два основных вопроса. Петр I и его реформы и Российская империя после Петра с 1725 по 1801 годы. Петр вошел в историю России как великий реформатор. Иногда его даже называют революционером, хотя с научной точки зрения это, конечно, неверно, ибо реформы проводились в рамках существующего строя. Вместе с тем реформы Петра, в отличие от предыдущих реформ, были первой попыткой модернизации страны. Что мы понимаем под модернизацией? Модернизация – это обновление всех основных сторон жизни общества. Политики, экономической, социальной, то есть общественной, духовной и, наконец, частной жизни. Модернизация, как правило, захватывает большую, подавляющую, может быть, даже часть населения. Если говорить о времени Петра, надо напомнить, что в 1682 году умирает старший, сводный брат Петра Федор Алексеевич. В условиях вспыхнувшей борьбы за власть было достигнуто соглашение двух боярских группировок Милославских и Нарышкиных сторонников Петра I. Правительницей была сделана Софья, дочь Алексея Михайловича от Анны Ивановны Милославской, а царями были объявлены 16-летний Иван от Милославской и 10-летний Петр. На протяжении семи лет Петр воспитывается, живет вместе с матерью в селе Преображенском. Здесь, ведя игры в войну, он создает два так называемых потешных полка Преображенский и Семеновский, будущие лучшие полки русской армии, первые гвардейские полки. В 1689 году конфликт между Софией и Петром заканчивается победой Петра, но еще несколько лет Петр не занимается государственной деятельностью. В 1695 году начинается активная деятельность Петра, азовские походы. Пока еще Петр идет по протоптанной дороге, он пытается взять крепость Азов, крепость, принадлежавшую Крымскому хану на берегу Азовского моря. Первый раз это сделать не удалось. На следующий год крепость была взята, но выясняется, что эта политика, в общем, тупиковая, потому что из Азовского моря можно выйти только в Черное море, которое блокировано Турцией. И Петр, не оставляющий мысли о войне с Турцией, едет в Западную Европу. Великое посольство. Происходит, опять же, событие необычайное для России. Государь покидает свою страну на полтора года. Не случайно Петр едет под чужим именем, под именем Петра Михайлова. В Западной Европе, посетив Голландию, Англию, овладев рядом ремесел, другие страны, Петр приходит к выводу, что воевать надо со Швецией, для войны с которой есть союзники. Польша, Дания, Саксония. И выход к побережью Балтийского моря дает прямую, удобную связь с крупнейшими странами Западной Европы. После возвращения Петра в Россию, возвращения неожиданного, вызванного известием о мятеже стрельцов, в 1700 году начинается главное событие внешней политики Петра I – Северная война со Швецией, которая продолжалась 21 год. Именно Северная война стала катализатором, ускорителем петровских реформ, всей политики модернизации, ибо война требовала решения массы проблем. В этой ситуации можно выделить основные направления петровских реформ. Прежде всего, это военные реформы, целью которых было создание регулярной армии, создание нового вида вооруженных сил флота, и эта цель была достигнута. Вторая группа реформ – это реформы государственного управления. По сути, Петр пытается создать идеальное государство, в котором каждый служит на своем месте. Петр также служит государству. Отсюда ликвидация Боярской думы, ликвидация приказов, и главный принцип нового государственного аппарата – это принцип полезности, не происхождения. Принцип полезности. Наконец, это деление страны на губернии, то есть попытка выстроить идеальную вертикаль власти. Третья группа реформ – это социальная политика. Отсюда принятие такого документа, как табель о рангах, порядок прохождения службы с 14 класса, и человек должен был подниматься наверх в идеале до 1 класса, который получали буквально единицы, и социальное положение теперь определяется службой. Дворянство можно было получить, достигнув определенного чина. То есть при Петре впервые появляется служилое дворянство. Если ранее слова «дворянин» и «помещик» были синонимами, теперь «помещик» был обязательно дворянином, но дворянин уже не всегда был помещиком, то есть он не всегда имел землю и крепостных людей. Одновременно ликвидируется боярство, бояре становятся высшей частью дворянства, российской аристократии, ликвидируется холопство, холопы становятся частью крестьянства. Следующая группа преобразований Петра – это экономическая политика, главное внимание промышленности, создание первого промышленного района Урала, создание мануфактур, предприятий, основанных на ручном труде, но труд разделен на отдельные операции. Особенностью российской экономики было использование подневольного труда, отсюда так называемые приписные и посессионные крестьяне, мануфактуры были двух видов собственности – государственные или казенные, и купеческие мануфактуры. Следующая группа – это финансовая политика. Здесь Петру нужны деньги, для войны денег нужно было гораздо больше. Первый период – это множество налогов неудобных, налоги берут буквально со всего, с пчелиных ульев, бород, дубовых гробов и так далее. И второй период – это введение подушной подати. Душой считался мужчина, и налог брался только с крестьян и посадских людей. Налог брался с рождения и до момента юридической смерти, то есть смерти, занесенной в официальные бумаги. Отсюда подушная подать сопровождается введением паспортов для учёта населения и проведением переписей, переписей опять же податного населения, которые проводились примерно раз в 8-10-12 лет. Наконец, надо отметить реформы Петра в духовной сфере, отделение светской культуры от церкви, от религии, и при этом одновременно Пётр подчиняет церковь государству. Он запрещает выборы нового патриарха после смерти предыдущего, и управлением церкви становится сенот. Наконец, во внешней политике итогом Северной войны становятся победы русской армии. Я напомню, крупнейшая из них – это Полтавская битва 27 июня 1709 года. Это первая крупная морская победа, победа при мысе Гангут, и в конечном счёте война заканчивается заключением нештатского мира, по которому Россия получила земли Лифляндию, часть Латвии – Эстляндию, нынешнюю Эстонию, Ингерманландию – территорию современного Петербурга и прилежащих к нему земель. То есть Россия получила выход в Балтийское море. Одновременно Пётр проводит военные походы против Персии, получая часть побережья Каспийского моря. Неудачный поход против Турции, когда пришлось вернуть Азов. Но в целом, конечно, каковы были итоги этой политики? В результате Россия становится одним из крупнейших государств Европы. государством, с которым Европа уже не могла не считаться. Вместе с тем, оценка самого Петра вызывает споры уже на протяжении 300 лет. Одни называют Петра, безусловно, великим, подчёркивая те заслуги его, то укрепление страны, которое при нём произошло. Другие напоминают о огромной цене этих успехов, об огромной цене петровских реформ, в результате которой погибла огромная часть населения. Если напомнить, что всё население страны в это время не превышало 20 миллионов, то спор идёт только об одном, какой процент населения погиб. Цифры называются «от 15 до 20 процентов». Мне представляется, что здесь главной заслугой Петра стал даже не создание армии, не выход к Балтийскому морю, это вещи временные, а то, что Россия была открыта для общения с Западной Европой. Как заметил Василий Осипович Куличевский, Пётр не дал России политической свободы, но он дал России просвещение. И говоря о минусах петровских реформ, на мой взгляд, это два момента. Это, во-первых, основой экономики стал подневольный труд, что делало экономику во многом тупиковой и предопределяло новый виток отсталости России через ряд десятилетий. И, во-вторых, социально-культурный раскол российского общества. По сути дела, образовалось две России. Тонкий верхний слой, носивший западное, или так называемое немецкое платье, овладевший во многом западной культурой, и огромная масса населения, жившая по своим традициям, носившая так называемое русское платье, и, естественно, относившийся достаточно настороженно или даже враждебно к так называемым господам-барам. Вот этот раскол общества, без этого раскола, без его понимания, нельзя по-настоящему понять и события 1917 года. После смерти Петра начинается период дворцовых переворотов. Частично в этом был виноват сам Петр, который сдал указ о праве императора и самому назначать себе наследника. Да, напомню, что в 1721 году Петр принимает титул императора. Отсюда, кстати, полный титул российских государей состоял теперь из нескольких частей. Государь, великий князь Московский, царь и император Всероссийский. И последний титул подчеркивал еще раз огромную власть российского государя. После смерти Петра с 1725 по 1762 год, это период дворцовых переворотов, на троне сменяют друг друга Екатерина I, Петр II, Анна и Анна, грудной младенец Иван Антонович, Иван VI, Елизавета Петровна, дочь Петра, внук Петра Петр III. И результатом этого периода было расширение привилегий дворянства. По сути дела, рушится идеальная петровская схема. Дворянство добивается для себя все новых и новых привилегий. И Петр III издает указ о вольности дворянской. То есть дворяне не были уже обязаны нести обязательную службу. Службу или военную, или гражданскую, или придворную. Новым этапом российской истории становится правление Екатерины II. В 1762 году Екатерина Алексеевна, урожденная немецкая принцесса, вышедшая замуж в 15-летнем возрасте за Петра Федоровича, свергает с престола своего мужа и становится российской императрицей Екатериной II. Что главное, говоря о правлении Екатерины II, надо подчеркнуть. С именем Екатерины II связана политика так называемого просвещенного абсолютизма. Попытка соединить абсолютную монархию и идеи французского, европейского просвещения. Установить справедливые законы, обязательные для исполнения. Отсюда споры историков, в какой мере Екатерина действительно хотела преобразование России. И если Ключевский считал, что правление Екатерины было традиционным, один из современных историков, Каменский, подчеркивает, что правление Екатерины это второй шаг после Петра по пути евроэпизации России. Но многие замыслы. Екатерина сначала собирает комиссию, уложенную комиссию, по составлению нового свода законов, но оказывается, что общество не готово к серьезным преобразованиям. Комиссия была распущена. К тому же Пугачевское восстание, восстание 1772-75 годов, захватившее Урал районы Волги, показало всю опасность, опасность реформ, в результате которых может ослабнуть государственная власть, государственный аппарат. И в условиях тем более французской революции Екатерина делает окончательный выбор. Она делает своей главной опорой российское дворянство. В 1785 году появляется жалованная грамота дворянству, которая делала дворянство первым привилегированным сословием российского общества. Дворянство подтверждалось право дворянства не служить, то есть быть свободными людьми, самим решать этот вопрос для себя. Дворянство освобождалось от налогов, дворянство освобождалось от телесных наказаний, и, наконец, дворянство имело право создавать органы самоуправления. На местах, в уездах и губерниях дворяне создавали уездные и губернские дворянские собрания, получая таким образом определенную защиту от произвола местной власти. Если говорить о внешней политике Екатерины Второй, здесь опять надо выделить три направления. Это южное направление, извините, восточное направление. Здесь идет освоение дальневосточных земель и начинается освоение Аляски. Русские люди начинают освоение Северной Америки. На юге Российская империя переходит в наступление. Главным противником России становится Турция, и Россия выходит побережью Черного моря. Эти районы получают название Новороссия, сюда переселяются русские крестьяне. Сюда Екатерина Вторая приглашает эмигрантов из Европы, немцев, болгар, сербов, греков и так далее. Наконец, Россия присоединяет полуостров Крым, создается Черноморский флот, и главной его базой становится Севастополь. То есть, голос России в международных делах становится все более весомым. На западном направлении продолжаются войны со Швецией. Швеция пытается восстановить статус великой державы, но это не получается, и Россия в это время, пожалуй, новых крупных приобретений здесь не делает. Россия участвует в европейской коалиции. Семилетняя война, где главными противниками были Англия и Франция. Россия выступает здесь как союзник Франции и ведет основные военные действия против Пруссии. Во-вторых, это разделы Польши. Если в России государственная власть приобрела сверхсильное влияние, то в Речи Посполитой наоборот происходят процессы ослабления центральной власти, и происходят три раздела Речи Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией. Это разделы 1772-го, 1793-го и 1795-го годов. В результате Россия присоединяет Западную Украину, Правобережную Украину, Западную Белоруссию и Литву. Польша исчезает с политической карты мира до 1918-го года. К концу правления Екатерины Второй снова встает вопрос о престоле наследия. Екатерина умирает внезапно и на престол сходит ее нелюбимый сын Павел Первый. Павел Первый. Опять же оценки этого человека весьма различны. Одни называли его Шутом на троне, другие называли его Русским Гамлетом. По сути Павел Первый, как считают крупнейшие специалисты, пытается вернуть страну к заветам Петра Первого. Не случайно около Михайловского замка он ставит свой памятник Петру Первому тоже с короткой надписью прадеду правну. Он пытается вернуть дворянство к обязательной службе, то есть он посягает на свободу дворянства. Естественно, это вызывает недовольство дворянства и в ночь с 11 на 12 марта 1801 года Павел был убит в Михайловском замке. Начинается новый период российской истории, об этом уже в следующей лекции. лекции 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 Продолжение следует...